В День Победы в Астрахани прошла всероссийская акция «Бессмертный полк». В этот день астраханцы несли портреты своих дедов и прадедов. Мы решили узнать у них историю своих героев. Моего отца звать Баранцев Василий Семенович. Он, по-моему, в 1942 году был призван в советскую армию, служил он и воевал, вернее, до 1945 года и победу встретил в Берлине, в Рестаге. В Рестаге его даже роспись есть. Теперь он был артиллеристом. Приходилось ему еще быть и разведчиком, и другими видами до службы во время войны. Также ранение у него было. Вернулся он. Сейчас, кстати, его уже нет с нами. Очень обидно и жалко, конечно, что не дожил до того момента, когда сейчас может вместе с нами пройти и хотя бы здесь выйти. Это мой прапрадедушка Трубников Петр Кузьмич. Он пропал под Сталинградом. Мы знаем, что только что воевали они оба на фронте под Сталинградом. Дошли до Москвы и в конце мая, 27 мая, сыграли свадьбу военную. Два моих дедушка – это Маргунов Григорий Митрофанович и Алешкин Михаил Тихонович. Они воевали в Великой Отечественной войне. Дедушка Гриша выжил и дожил до победы, а дедушка Миша умер и похоронен под городом в Великие Луки. Я очень горжусь своими дедушками и я вечно буду их помнить. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Она одевает наши деды, боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад. Это мой дедушка Тарасов Иван Егорович, который воевал, он даже две войны прошел, финскую и Великую Отечественную. Это довоенная фотография. Я причем сначала мало о нем знала, а потом на сайте Министерства обороны обнаружила, что оказывается он подорвался на мине и получил тяжелейшее ранение. В 43-м году по инвалидности был отправлен домой. Потом он лечился очень долго. И, к сожалению, умер еще до моего рождения. И вот теперь уже много порядка, сколько существует бессмертный полк. И мы всегда с ним отправляемся. Это мой прадедушка, его зовут Коковкин Иван Григорьевич. Он воевал в годы Второй мировой войны. Он был представлен к награде Героя Советского Союза в 43-м. Ему оторвало ногу, поскольку он был сапером. И его комиссовали вот так вот. Он лежал в госпитале. Я горжусь им и буду всегда помнить его историю. Это моя мама, это папа. Они воевали с первого дня. Мама воевала с 42-го года. Боевое крещение получила с первого дня Сталинградской битвы. И дошла до Польши. Домой вернулась, нарожала 9 детей. Все 9 детей в пенсионный возраст вышли. Да, вот дожили только вот из 9-х, вот семер у нас осталось. Папа воевал у меня на Дальнем Востоке, 9 лет. И вот я ими очень горжусь. Мы все дети очень гордимся ими. Они были очень хорошими родителями. И благодаря им мы живы, родились. Дедушка мой, вот этот, прошел всю войну. И этот тоже был ранен. Прожил он до самой смерти с осколком. Вот здесь у него осколок был во лбу. До самой смерти кусочек металла. Этот дедушка был минометчиком и сапером. В разные времена на службе он был, во время войны. И оба пришли, прошли всю войну. А бабушка осталась с четырьмя детьми. И самый маленький был годик. А родной дедушка погиб у меня в первый год войны. Я вот стою и все время плачу. Потому что мне жалко то поколение, которое за нас борол, а мы упустили все. Хотя смотрю, вот здесь очень много молодых. Это очень радует меня. Для меня это очень много, значит.